У нас уже дома комары вовсю. Ильнур Сабиров на улице Большая еще осенью купил свободное помещение на первом этаже. Не сразу понял, что деньги были пущены на ветер. Просушить офисы не удалось до сих пор. Вот у нас палка стоит, вот тут у нас насос был. Вот даже видно тут, вот докуда вода была в последний раз. И только на одной этой палке можно увидеть 10 комаров. По словам жильцов, на один квадратный метр приходится как минимум 40 насекомых. А комары у нас круглый год. Мы живем на третьем этаже, у нас комары. Они всю зиму, мы на третьем. А представляете, на первом, на втором, что они делают. Мы каждую ночь жгем, чтобы комаров, чтобы уснуть можно было. Даже зимой у меня родственники, дочка приедет. Мам, ты что, да не могу спать, у меня комары вот. По словам людей, комары появляются из-за большой влажности в доме, потому что подвал постоянно затапливает канализации. Проблема связана с нарушением системы слива. Трубы установлены не под тем уклоном, поэтому все нечистоты скапливаются в подвал. Постоянно по колено воды там в подвале запахи дикие, просто потому что даже спать не можем. А комары, тараканы, это вообще круглогодично. Они лезут в квартиры из-за этой, ну, грубо говоря, жидкости. Всю ночь ходит тапочкой, бьет этих тараканов, да? Они же лезут, вот такие большущие черные тараканы. Жители опасаются за свои жизни, ведь фундамент дома постоянно подмывает. Электрощечки затапливает, и в любой момент может произойти замыкание. Минус 22, тут вода такая, не замерзлась. Люди уже не раз обращались в управляющую компанию, в открытую Казань и в аппарат президента Татарстана. Рабочие, конечно, приезжают и откачивают воду. Вот только больше недели подвал сухим не стоит. Сточные воды снова поднимаются. По информации МОБ-водоканала запланирована профилактическая чистка сетей водоотведения. То есть это непосредственно чистка всей линии, которая находится на улице Большой. Данная чистка запланирована на апреле 2021 года. Однако жильцы заявляют, что эта чистка лишнее время исправить ситуацию. Решение тут одно – переложить трубу, нормально сделать, без контруклона, чтобы вода самотеком уходила. Не вода, а фекальная вода канализационная. Жители уже заказали за свой счет экспертизу подвального помещения. Результаты станут основанием для обращения в Роспотребнадзор. Ведь доказать наличие проблемы не так уж и сложно. Еще никто не смог выйти из высотки непокусанным. Анастасия Веселкова, Роман Финин, телеканал Эфир.